Азербайджан 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 Данные резолюции подтверждали территориальную целостность Азербайджана и требовали немедленного прекращения огня и военных действий, а также вывода оккупационных армянских сил с территории Азербайджана. В результате армянской оккупации в Азербайджане появились беженцы и вынужденные переселенцы. В 1993 году на своем пленарном заседании Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая предусматривала оказание международной помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Будучи в ООН, Азербайджан завоевал уважение и поддержку международного сообщества всех членов Организации Объединенных Наций. Как результат, 24 октября 2011 года на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН по итогам тайного голосования Азербайджан был избран новым непостоянным членом Совета Безопасности. Азербайджан поддержали 155 стран. Азербайджан представлял в Совете Безопасности ООН в 2012-2013 годах регион Восточной Европы. 2 мая 2012 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание Совета Безопасности под председательством Азербайджана. В ходе заседания был единогласно принят всеми 15 членами Совета Безопасности проект резолюции, предложенный США в связи с приграничной ситуацией между Суданом и Южным Суданом под названием «Серьезная угроза международному миру и стабильности». 4 мая под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состояло заседание высокого уровня Совета Безопасности ООН. Выступая на заседании высокого уровня Саббеза ООН, президент Ильхам Алиев особо отметил, что терроризм является серьезной угрозой международному миру и безопасности. Кроме того, говоря о Нагорно-Карабахском конфликте, глава азербайджанского государства обратил внимание на то, что Армения продолжает игнорировать принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции, требующие выводы армянских войск с захваченных азербайджанских территорий. В последнее время все больше актуализируется вопрос реформирования ООН. Это должно сделать организацию более эффективной и повысить ее авторитет в глазах международного сообщества. В процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта официальный Баку очень часто ссылается, обоснованно ссылается на четыре небезызвестные резолюции Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому конфликту. Но, к сожалению, условия резолюции не выполняются. Армения игнорирует мнение международного сообщества в этой связи. И хотелось бы узнать ваше мнение, что можно сделать в данных условиях, какой механизм можно запустить, чтобы все-таки добиться выполнения условий этих резолюций. Начнем с вас, дальше продолжим. Мы сегодня отмечаем дату, когда 26 лет назад Азербайджан вступил в ООН. Давайте вспомним, как это все было. Армянское вооруженное формирование атаковали позиции Азербайджана. Недавно случился Ходжалинский геноцид. Они напали на село и убили всех мирных жителей. Вот именно в этот период Азербайджан стал членом ООН. И тогда же, через год, Армения оккупировала наши территории. И были приняты те резолюции, о которых вы говорили, четыре резолюции. Но, к сожалению, прошло 26 лет, и ни одна из этих резолюций не выполняется. Несколько раз внешняя политика Азербайджана хотела, чтобы этот вопрос был поднят в Совете Безопасности. Что те члены Совета Безопасности, которые приняли, и ни одна из стран, которая не выступила против этих резолюций, посмотрела ситуацию в Нагорном Карабахе и решила, как надо, чтобы эти резолюции были задействованы. Но, к сожалению, за эти 26 лет, так грубо говоря, ООН, Совет Безопасности отфутболило эти все резолюции в ОБСЕ. Что этим вопросом занимается ОБСЕ, Минская группа, пусть они и занимаются. Но мы знаем, как ОБСЕ в кавычках занимается этим вопросом. Я думаю, что после всех этих событий, после всего этого опыта за 26 лет, мы опять же должны, чтобы Совет Безопасности возвратился к этому вопросу. Потому что мы видим, что ОБСЕ не может решить этот вопрос. Три страны, Франция, Соединенные Штаты, Америка, Россия. Три страны, которые присутствуют в Совете Безопасности. Они приняли эти резолюции. Они участвуют, они и члены сопредседателя Минской группы. И они тоже не решают этот вопрос, хотя мы все знаем. Есть одна из этих стран, по большему счету даже можно сказать о России или Соединенных Штатах. Эти страны могут повлиять на правительство Армении, чтобы Армения освободила районы, которые на Горном Карабахе отношения не имеют. Но и этот первый шаг эти страны не делают, чтобы повлиять на армянское правительство. И поэтому пока Совет Безопасности не решает этот вопрос, пока ОБСЕ не решает этот вопрос, вопрос возникновения военных столкновений опять реальный. В ОБСЕ присутствуют те страны, в большинстве своем, которые обладают правом вето в ООН. Да. Откуда такая уверенность? Или можно ли надеяться, что если это в ОБСЕ таким образом не решается, с таким влиятельным составом, перенося этот вопрос полностью в формат ООН, мы добьемся какого-то решения? Я тоже думаю, что те страны, которые участвуют, они члены, сопредседатели Минской группы, мы назвали эти страны, три больших страны, которые имеют какие-то интересы на Южном Кавказе, в Азербайджане, в Армении. Если да, они не хотят решить этот вопрос в рамках ОБСЕ, они не решат этот вопрос и в рамках Совета Безопасности. Мы несколько раз выделили это за эти 26 лет, когда Азербайджан со своими партнерами поднимал этот вопрос в ООН. Было голосование, и они все время говорили, нет, мы здесь не можем решить этот вопрос. Да, есть четыре резолюции, мы приняли эту резолюцию в 1993 году. Но этим вопросом реально занимается ОБСЕ, а ОБСЕ вообще ничем не занимается. Поэтому сейчас такая патовая ситуация, когда ни ООН, ни Совет Безопасности не решает, хотя есть эти четыре резолюции, ни ОБСЕ не решает. Именно в этой ситуации есть реальность того, что апрельские события 2016 года могут повториться. Время, вот с учетом того, какая ситуация складывается вокруг этих четырех резолюций, Азербайджану настойчиво в дальнейшем стоит добиваться принятия еще каких-то резолюций в ООН, которые будут обличать Армению, показывать ее агрессивную сущность, агрессорскую сущность. С учетом того, что вот эти четыре резолюции не выполнять, стоит ли добиваться принятия дополнительных резолюций? Я, конечно, оппонент, уважаемый, Эл-Хаммалим говорит, и я думаю. С 92-го года наша организация сотрудничает с структурами ООН. Слава Богу, что с того момента выступления Азербайджану ООН первые годы мы умели возможность принять такие резолюции, которые мы сейчас, и на эту резолюцию мы опираемся сейчас. Я думаю, что нам ни на кого надеяться не надо, и ни на кого обидеться тоже не надо. Нам надо самим больше стараться, больше добивать свою правоту. В структурах ООН нам, конечно, эти вопросы очень обязательны, нам нужно, чтобы она вернулась больше в этих кругах обсуждения. ООН, более 30 комиссий, комитетов, кроме Совета Безопасности, есть различные структуры. Эл-Хаммалим, вы представляете, в этих структурах сколько армяне работают, участвуют? И каждый день эти вопросы, они продвигают эти вопросы. А мы, нам надо, я думаю, что и больше в этих структурах... Они бюрократы или работают в этих комиссиях? Они и бюрократы, и работают в этих комиссиях, в этих рабочих группах, интегрируются. Наши организации с 92-го года, с 2007-го года имеют консультативный статус ООН. И по своему опыту я скажу, что Азербайджан в глобальном структуре очень многого добился. Очень многого добился. Но в этой глобальном структуре... Ведь ООН, по сути дела, она самая глобальная структура, о которой в этом можно свои проблемы говорить. То есть я правильно вас понимаю, что вы больше предлагаете работать внутри, может быть, непосредственных каких-то резолюций, а внутри аппарата самого ООН? И аппаратах, конечно, и комиссиях, и структурах работают. Понимаете, и в этом, я думаю, что нам нужно больше активизировать гражданское общество. Гражданское общество, экспертов надо больше, чтобы это интегрировалось в этих структурах. Насчет четырех резолюций, вы спросили у Мид Малима, что вот если принять еще какие-то резолюции, это может повлиять на... Стоит ли продолжать работу в этом направлении? Да, да, продолжать, стоит усилия, надо... Да, нужны еще сильные усилия. Но я не думаю, что в данный момент, если даже какой-то документ мы с партнерами нашими, с Грузией, Украиной, с другими странами подготовим, эту резолюцию уже приняты все эти пять стран. 92-93 годы, эти были те годы, когда Армения оккупировала, и это было все видно, что Армения оккупировала не только Нагорный Карабах, и районы, которые к Нагорному Карабаху не относятся. Тогда эти пять стран реально поддержали Азербайджан, что да, есть оккупация, Армения, силовые структуры Армении должны освободить эти районы. Но прошло 26 лет. Я не уверен, что можно принять в Советы Безопасности новый резолюцию по Нагорному Карабаху. Надо использовать те резолюции, которые есть, четыре резолюции. Там все сказано. Там все сказано. Просто Армения не выполняет. Это во-первых. А во-вторых, большие страны, которые участвуют в Совете Безопасности и сопредставить, они не влияют на армянское правительство. Главная проблема в этом. Сейчас очень остро стоит вопрос реформирования Организации Объединенных Наций. Многие члены ООН считают, что организация недостаточно эффективная. Что именно, на ваш взгляд, я хотел бы, чтобы на этот вопрос ответили и вы, и вы, надо реформировать в первую очередь в Организации Объединенных Наций? Вот президент Турции, Раджаб Тайб Ардуган, все время выступает, и его главный тезис, что пять стран не могут решать все мировые проблемы. Пять стран Совета Безопасности ООН. Надо расширить состав. Я думаю, что он прав. Почему там не должна участвовать Турция, Германия, Япония? Они тоже должны участвовать и решать все эти мировые вопросы. Но все время Организации Объединенных Наций поднимает этот вопрос. На эти пять стран как бы монополизировали эту структуру и не дает возможность, чтобы численность... Вы имеете в виду те страны, которые обладают правом ВЕТА, то есть раздать право ВЕТА большему количеству стран. Сейчас 15 членов, пять постоянных членов. Пять, это мы знаем. Есть десять непостоянных членов. Азербайджан тоже был непостоянным членом. Об этом мы будем говорить. Сейчас Казахстан, непостоянный член Совета Безопасности. Но можно сделать так, что не пять стран решали все мировые вопросы и использовали право ВЕТА. А 10 или 12 или 15? Вот я думаю, что надо реформировать именно это. Но эти пять стран не только не решат глобальные проблемы, нашу проблему, другие проблемы, например, по Сирии возьмем. Они решили, эти пять стран, что нужно перемирие. Разве сейчас перемирие в Сирии? Россия атакует позиции. Военные турцы сейчас на территории Сирии воюют с террористами. Это их законное право. Нет перемирия. Хотя эти пять стран решили, что на месяц будет перемирие в Сирии и все должны остановиться. Но Россия не останавливается. У него есть свои аргументы. Можем понять. У Башара Сада свои аргументы режима. У Турции законные основания, что мы боремся с ПКК, с другими террористическими органами. Даже этот вопрос в рамках Совета Безопасности они не могут решить. Что, на ваш взгляд, надо реформировать в первую очередь в Организации Объединенных Наций? Я то, что говорил Иль-Хаммалим, я согласен. Она актуальна сегодня. Обсуждается. Практически каждый год этот вопрос в последние годы поднимается, что Совет Безопасности она должна расширяться. Я тоже думаю, что эта структура, она должна расширяться. Но я думаю, что Иль-Хаммалим. Посмотрим, когда Азербайджан стал председателем Совета Безопасности, это через 11 раунд он добился это председательство. Понимаете, когда мы... Есть вещи, которые мы настойчиво работаем, добьемся. Здесь, конечно, нужны государственные структуры и гражданские структуры. Она должна совместной работать. Вы коснулись периода, когда Азербайджан был в Совете Безопасности, он председательствовал одно время Совете Безопасности. Какие наиболее важные решения содействовали Азербайджану принятию наиболее важных решений в тот период? Что стало самым знаковым событием председательства в Азербайджану в Совете Безопасности? Азербайджан тогда, значит, провел 13 открытых заседаний, 16 закрытых заседаний, и там было очень много важных вопросов, которые обсуждались. Понимаете, эта структура, которая дает возможность каждый год главы руководства правительства собраться в Генерал-Ассамблеи и говорить о проблемах, о глобальных проблемах. Это очень уникальные платформы, которые от этого платформы каждый год звучат проблемы Азербайджана. Азербайджан был непостоянным, два года непостоянным членом. Сейчас Казахстан непостоянный член Совета Безопасности. Это стало авторитетом для Азербайджана. Во-первых, во-вторых, мы показали, что многие страны в составе ООН поддерживают нас. Не Армения стала непостоянным членом, а Азербайджан. Я, конечно, очень критически отношусь на сегодняшнюю работу ООН. Но другого у нас нет. Она единственная платформа, на которой мы сможем свои проблемы поднять и продвигать. Поэтому с моей точки зрения нам нужно эффективно воспользовать эти возможности. Имеет ли Азербайджан какие-то возможности, чтобы посредством ООН как-то корректировать и влиять на работу Минской группы ОБСЕ? Это очень сложно. Через каждые два или три года поднимается вопрос, что есть какие-то решения в рамках ОБСЕ. Эти решения мы можем поднимать со своими партнерами. У нас есть много партнеров, у которых тоже есть сепаратизм. Это даже партнеры по Гуам, Грузии, поддерживаем друг друга и говорим, что ОБСЕ не решает какую-то резолюцию вы принимаете. Там принимаются резолюции, поддерживающие территориальные ценностности стран Гуам. Но опять же, это все резолюции, это все бумаги. То, что все принимается в рамках ОБСЕ, в рамках... Мы даже скорректируем какую-то бумагу, какую-то резолюцию, и она будет полностью отвечать нашим интересам, кто будет выполнять эти резолюции. Какова ваша оценка эффективности миротворческих миссий ООН и в перспективе возможно ли ее использование в армяно-азербайджанском конфликте? Хороший вопрос, спасибо. Потому что в какой-то период, если мы будем работать над разрешением этого конфликта мирными способами, здесь, в Карабахе, в наших районах должны появиться миротворческие силы. Был бутапешки саммит ОБСЕ 1994 года. Там было решено, что создается сила ОБСЕ. Но, к сожалению, у ОБСЕ нет такого опыта. У них нет миротворческих сил. Нигде в мире. Даже по Украине сейчас говорят, что надо создать. Они сейчас отвечают. ОБСЕ отвечает Украине, что у нас нет миротворческих. Мы не можем создать. Есть пример ООН. Есть миротворческие силы в Кипре, в других странах. Да, нормально работают. Но сначала мы должны сделать первый шаг. Армения должна сделать первый шаг. Освободить эти районы. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Напоминая об истории взаимоотношений Азербайджана и ООН, мы говорили в рамках передачи Актуально сегодня с политологом Эханом Шайнаулу и президентом Международного фонда Евразия пресс Умуду Мирзоеву. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин